Никакой тайны я вам не открою, но скажу. Никто, никто, кроме нас самих и Господа Бога, не знает нас, себя лучше, чем мы. Только Бог знает, кто мы такие, и мы сами. Ни мама, ни папа, ни бабушка, ни дедушка, ни брат, ни сестра, ни жена, ни муж, ни дети, ни знакомые, ни друзья, ни начальник, никто нас не знает, так, как мы знаем самих себя. Они не знают, о чем мы думаем до конца, они не знают, чего мы хотим на самом деле. Повторяю, только ты сам и Бог. Какие у нас мечты, почему они именно такие, какие у нас слабости, на что мы вообще годны, и что вообще творится в наших умах, в душах и сердцах, в желудках и еще кое-где. Никто не знает. Если мы им не расскажем, если мы им не продемонстрируем, если мы не поделимся, и то никогда никто не будет способен до конца знать то, что мы знаем о себе. Один Бог. Тогда возникает вопрос, а какого, собственно говоря, хрена тогда они нам советуют? Что они лезут, когда они говорят, что у меня что-то не получится? Или что моя мечта, мое желание, моя страсть, моя цель сумасшедшая, ненормальная, дурацкая? Что это дело, которым я хочу заняться, опираясь на свой жизненный опыт, на свои мечты и цели, на свое внутреннее я, почему они считают, что это дело не для меня? Как можно кого-то ценить, кому-то давать оценки, на ком-то ставить крест, кого-то не поддерживать? Как можно? Если ты не знаешь, кто перед тобой. Возможно, кто-то думает, что он себя знает, но он ошибается. Мы-то с вами должны понимать, что никто не может знать нас лучше, чем мы сами себя. Только Бог. Поэтому одному Богу...